Привет, меня зовут Ксения Вебер, рада приветствовать вас на YouTube-канале Гильтек, и сегодня мы поговорим с вами о лучших активах в антивозрастном уходе. Перед тем, как мы начнем, давайте с вами сформулируем ответ на вопрос, а каким должен быть антивозрастной уход? На самом деле, я как косметик, блогер и косметический обозреватель так не люблю словосочетание антивозрастной уход, если бы вы знали, потому что оно очень расплывчатое. Мы все стареем по-разному. Это зависит не только от генетики, это зависит от разных факторов. И есть такое понятие, как морфотипы. У кого-то морфотип усталый, у кого-то мелкоморщинистый, у кого-то деформационный. И такие люди и стареют по-разному, и выглядят очень по-разному, и подход к антивозрастному уходу тоже будет специфический. Такие проблемы, как пигментация, купероз, расширенные поры, потеря тургора кожи, потеря четкости овала лица, какое-то провисание кожи, атония, появление морщин, причем как мимических, так и статических. Все это является показателями старения. Но у каждого человека этот набор признаков будет своим. Кого-то могут вообще не беспокоить морщины, например, представители деформационного морфотипа. Но их беспокоит потеря четкости овала лица и расширенные поры, например. Также может быть явным купероз. Людей с мелкоморщинистым типом ничего так не беспокоит, как морщины, что понятно из названия. При этом у них может быть гладкая такая вот кожа на ощупь, очень нежная, может практически не быть пигментации, может наоборот, очень много быть, кстати, пигментации. Ну, например, у них четкий овал лица, им лифтинг не нужен вообще. Поэтому, когда мы с вами подбираем антивозрастную косметику, мы с вами четко должны понимать и отвечать прежде всего себе на вопрос, как я старею и что меня беспокоит. Вот представьте, что вы пришли к доктору, и он спрашивает, что вас беспокоит. Вы же не перечисляете все на свете или не говорите одним словом «живот беспокоит». Вы стараетесь конкретизировать, а что именно там болит, колит, урчит, бурчит. То же самое на самом деле с уходом за кожей. Вы должны себе прямо вот на бумажке запишите те проблемы, которые беспокоят именно вас. И тогда вы уже сможете подобрать ключ к их решению. И это правильный на сегодняшний день дерматологический, косметологический подход. Теперь мы с вами поговорим об активных ингредиентах. Какие ингредиенты лично я люблю и выделяю? Те ингредиенты, которые имеют хорошую доказательную базу. Что я имею в виду? Это те ингредиенты, которые исследованы широко. И такие публикации мы можем найти и в общем доступе, так и на специальных ресурсах для специалистов. И такие ингредиенты, как правило, еще и мультифункциональны. Вот здесь я вообще в восторге. Потому что если мы с вами будем говорить, например, о таких двух активах, мне кажется, самых главных, самых примечательных, какие только могут быть в уходе за зрелой кожей, это витамин С и ретинол. Ну, мне кажется, эта парочка способна на все. Витамин С, например, обладает ангиопротекторным действием, то есть укрепляет сосудистую стенку, улучшает цвет лица, способствует выработке коллагена. Он великолепный антиоксидант и прекрасно дружит, кстати, и с тем же ретинолом, и с альфа-липоевой кислотой, вообще с любыми антиоксидантами. Он при этом работает с пигментацией. Ну, скажите, чем не находка? Один компонент решает столько проблем. Вот, кстати, именно на мультифункциональные, такие вот талантливые компоненты, которые умеют много чего, я очень рекомендую вам обращать свое внимание, чтобы не плодить на полочке под каждый ваш запрос отдельную баночку, потому что все это закончится несистемным совершенно уходом, вы будете эти баночки чередовать, в конечном итоге запутаетесь, забросите, будете говорить, мне ничего не помогает. Вот лучше выбирайте те компоненты, когда, знаете, один в поле воин, один умеет все. И вторым таким компонентом является ретинол. Обращаю ваше внимание, что у бренда Гильтек есть разные концентрации, 0,25 и 0,5, как сейчас вы видите на столе, но там еще на подходе и более высокая концентрация, сейчас проходит тестирование, и я думаю, что скоро она явится миру. Ретинол – это синтетический ретиноид, это производная витамина А, и это еще один такой мультиактивный, всесильный компонент, потому что ретинол, я даже не знаю, чего он не может, он может все. Он работает с высыпаниями на коже, вообще с рельефом кожи, помогает сузить поры. Он прекрасно работает с морщинами любого происхождения. Он работает с пигментацией, да, конечно, может быть, не в такой активной форме, не так себя проявляет, как витамин С, вот последние исследования тоже об этом говорят, очень интересные, но тем не менее он помогает за счет обновления кожи, уже стимулирует обновление тех же самых кератиноцитов, обновление эпидермиса, то, что мы действительно легче избавляемся от пигментации, особенно если мы комбинируем в таком случае ретинол с витамином С, тем же самым, или с какими-то другими антипигментационными активами. Ретинол уменьшает повышенную себорегуляцию. Вот здесь нужно быть очень внимательным, то есть если, например, у вас кожа мелкоморщинистого типа, морфотипа или усталого, она, как правило, более сухая или даже очень сухая, особенно уже после менопаузы, если вы женщина, то есть если у вас эстрогенодефицитная кожа, вот тут лучше начинать тогда с самых маленьких дозировок, и, может быть, даже вы скажете, я и остановлюсь на дозировке 0,25, например. Но отказываться от ретинола не стоит, нужно правильно его использовать, не бросаться сразу в омут с головой, начинать его применение с маленьких доз, с маленького процентажа, начинать его использование с одного-двух раз в неделю на ночь, а не каждый день, и тогда ничего, кроме пользы, и ничего, кроме положительного явного результата, вы от ретинола не получите. Еще раз повторюсь, ретинол прекрасно сочетается с витамином С, не верьте во всякие байки-бабайки, что это не так, все прекрасно вместе работает, большие они друзья, и в таком случае вы получите, ну, действительно, комплексный всесторонний антивозрастной уход, потому что, ну, еще раз повторюсь, пожалуй, это два самых мощных, самых сильных ингредиента с хорошей доказательной базой. Если не ретинол и не витамин С, что еще можно использовать в антивозрастном уходе? И вот здесь, пожалуй, самыми универсальными активами, самыми универсальными компонентами являются пептиды. Пептиды – это цепочки аминокислот, они могут быть ультракороткими, то есть буквально состоять из двух аминокислот, дипептид. Эти цепочки могут быть более длинными, но нам с вами важнее понимать, какую роль выполняют пептиды. Любую, скажу я вам по секрету, потому что пептидов сотни, если не тысячи, и мы найдем с вами пептид под любую задачу, то есть может быть пептид, который имеет свой собственный узкий функционал, например, обладает лимфодренажным действием или работает с меланоцитами и контролирует меланогенез, есть пептиды, которые стимулируют выработку гиалуроновой кислоты, эластина, фиброниктина, коллагена, есть пептиды, которые ускоряют регенерацию, пептиды – факторы роста, которые стимулируют клеточное деление в базальном слое эпидермиса. Ой, могу перечислять функционал пептидов очень-очень долго, но нас с вами, конечно же, интересует в первую очередь антивозрастное действие. Вот мы с вами поговорили про ретинол, и это замечательно, но ведь у ретинола есть противопоказания. Ретинол нельзя использовать, если вы планируете беременность, беременны или кормите грудью. Ретинол не рекомендовано использовать при активном солнце, особенно если вы человек, немножко пренебрегающий защитой от солнца. Давайте я корректно скажу так. Ретинол действительно может провоцировать некоторые раздражения. Если у вас очень чувствительная кожа или очень сухая, даже в маленьких дозировках он может вам не подойти. А чем же его заменить? Вот исследования показывают, что хорошей заменой ретинолу является пептид Матриксил. Он входит у нас в два продукта от бренда Гильтек. Вот этот вот крем антивозрастной, который называется Rich & Restore с липидовосстанавливающим комплексом, прекрасно подойдет для зрелой, чувствительной кожи. Он содержит Матриксил. И вот эта вот омолаживающая сыворотка концентрат 5 пептидов в том числе содержит Матриксил, но не только его. Туда входят и пептиды Меррелаксанты, это которые помогают снять активную мимику за счет блокировки ацетилхолиновых рецепторов. То есть это эффект ботокса, только гораздо более мягкий. Сюда же входят сигнальные пептиды, 5 пептидов, такой всесторонний комплекс. Прекрасно сочетаются эти два продукта между собой. Это сыворотка и крем. Пептиды, в отличие от ретинола, или, например, в отличие от витамина С, потому что индивидуальная реакция может быть, не имеют противопоказаний, не имеют ограничений по возрасту, не могут провоцировать аллергию, если они хорошего качества, а у Гельтек другого не бывает. Поэтому пептиды являются самыми универсальными, самыми безопасными, опять же, мультифункциональными. Гельтек использует в данном случае пептиды, опять же, имеющие хорошую доказательную базу, потому что, как я уже сказала, пептидов сотни, если не тысячи, и каждые два года их появляются новые-новые сотни, новые полчища, и только успевай за этим следить, и что там, как работает, производители могут много обещать, а нам важны какие-то независимые исследования. Вот по этим пептидам они есть, поэтому вы можете быть уверены в результате, мы точно уверены в результате, потому что прошли наши исследования эти продукты, мы знаем, как вы отзываетесь о них и насколько они эффективны. Кстати, оба эти продукта, и сыворотку и крем, можно в том числе использовать для кожи вокруг глаз. Почему бы и нет, если вам это подходит, исходя из типа и состояния вашей кожи. В антивозрастном уходе очень важен дерматологический, корнеотерапевтический подход к уходу. Я очень активно противодействую тому, чтобы люди, пользователи косметики на каждой баночке искали слово антивозрастной, морщины, пигментация, забывая о базовых потребностях кожи. Они есть, это раз. И во-вторых, с возрастом они меняются естественным образом, потому что меняется PH кожи, есть такие исследования, меняется уровень трансэпидермальной потери влаги, причем, как показывают исследования, это происходит зонально, неравномерно, но тем не менее происходит. Меняется микробиом, кожа медленнее регенерируется, происходят изменения в эпидермальном барьере, он ухудшается, барьерные функции кожи ухудшаются. Здесь с этим кожей все и сложнее удерживать влагу, это логичнее. Поэтому искать только какие-то пептиды, витамин С, ретинол и не учитывать вот эти изменения нельзя. В таком случае, конечно, эффект даже от самых замечательных активов будет ниже. Вот эти вот два препарата, которые сейчас передо мной, они являются базовыми, на самом деле они подойдут любому возрасту. Но, мне кажется, они также прекрасно учитывают изменения кожи и мужчин, и женщин, которые происходят с возрастом. Я обожаю и рекомендую, пожалуйста, с любой сывороткой, с витамином С, с ретинолом, с пептидами, например, использовать вот такой вот крем. Поверьте, казалось бы, крем липидовосстанавливающий, казалось бы, с антиоксидантным эффектом, казалось бы, восстанавливающим микробиом, всего-то там не написано антивозрастной. Но вы увидите, насколько более активно и насколько более интенсивно будут работать вот эти вот сыворотки с активами, которые мы с вами перечислили до этого. Это прекрасная пара друг к другу. Или, например, вы можете использовать крем Rich & Restore на ночь, а в качестве дневного выбирать крем для защиты микробиома, увлажняющий. У него действительно прекрасный состав. Если это не крем, например, ну, по какой-то причине не хотите вы использовать увлажняющий крем, у вас жирная очень кожа, да, пожалуйста, тогда можно выбрать вот такой вот гель. Это гель гидротирующий для зрелой кожи. Он так и называется. При этом этот гель можно использовать как с аппаратными методиками, так и в качестве такого бустера, предухода, после очищения кожи. Он содержит коллаген и эластин. Ну, здесь я не буду вас обманывать и рассказывать, что коллаген и эластин проникают в вашу кожу и там восстанавливают собственный волокон коллагена. Никуда они не проникают, так в этом и смысл. Потому что коллаген и эластин образуют на поверхности кожи как такой влагоудерживающий каркас, способствуют визуальному наполнению кожи. То есть кожа выглядит более объемной, более гладкой, более расправленной. И вот эта вот подушка, притягивающая к себе влагу, помогает увлажнять нашу кожу, потому что потом натуральный увлажняющий фактор нашей кожи справится с этой задачей, сам притянет эту влагу. Вообще здесь замечательный состав, потому что сюда входят и компоненты натурального увлажняющего фактора, сюда входят компоненты, которые являются успокаивающими компонентами и антиоксидантами. Но вот главная здесь задача, это же гидротирующий гель, притянуть вот эту влагу, но сделать это так нативно, так невесомо, чтобы даже самой жирной коже было комфортно. Ну и, как я уже сказала, с аппаратными методиками сочетается это прекрасно. Поэтому не забывайте, пожалуйста, о базовых нуждах нашей кожи. Это все равно, что отбеливать зубы, не леча кариес. Это странно. То есть мы должны сначала позаботиться о здоровье кожи, о ее базовых потребностях, потом мы уже думаем о морщинах, пигментации и прочих проблемах. Но когда мы с вами говорим об антивозрастном подходе, мы должны учитывать не только косметические средства, которые мы наносим топически, естественно, для наружного применения. У бренда Гельтек появилось новое направление, это биодобавки. И сегодня я хочу рассказать вам о самой популярной, мне кажется, добавке сейчас вообще в мире. И я говорю, конечно же, о коллагене. Давайте с вами понимать, что коллаген – это еда. Это источник аминокислот. И вот если мы с вами говорим о взрослении, о старении, особенно старении женщин, это важно, потому что именно у женщин есть такое явление, как менопауза. Мужчин ее им повезло. Нет. И это сопряжено с определенными гормональными изменениями в организме женщины. Падает уровень эстрогена. И не только это, но вот падение уровня эстрогена очень влияет, например, на суставы, на кости. Понятно, что и на кожу тоже, безусловно. Это же коллаген, это же аминокислоты, из которых этот коллаген, коллагеновая фибрила состоит. Но коллаген с возраста 45 плюс нужно принимать как необходимый, важнейший источник аминокислот, потому что организму не хватает. Вы скажете, я могу есть вместо коллагена бульоны, там, говяжьи, куриные. Вот для того, чтобы получить ту концентрацию коллагена, которую необходим, этот бульон нужно вываривать 2-4 часа. Если у вас время, может быть, вы спать не любите, пожалуйста, варите 2-4 часа этот бульон. То есть просто супа или студня поесть, к сожалению, недостаточно. Здесь у нас с вами коллаген в форме 3 пептидов, то есть попадая в пищеварительный тракт, он уже в каком-то особом дополнительном расщеплении не нуждается, быстро усваивается. Если у вас, например, вы гораздо моложе, вам не 45, а 20, много физических нагрузок и нерегулярный режим питания, особенно если у вас мало белка в рационе, вам эта добавка тоже необходима, потому что она также будет являться ценным источником аминокислот. Сюда же входит витамин С, потому что без витамина С коллаген не усваивается. Правила приема коллагена очень просты. Самое главное, принимайте коллагенный голодный желудок, лучше за 30-40 минут до завтрака, то есть лучше именно по утрам, не смешивайте со сладким, потому что коллаген имеет свойство гликироваться, происходит так называемая реакция Майера, он засахаривается, поэтому не запивайте сладкими смузи, лимонадами, соками, не запивайте горячими напитками, я думаю, не нужно объяснять почему, то есть это должна быть прохладная или чуть теплая вода. В остальном коллаген, безусловно, особенно если вы уже позаботились о ваших суставах, связках, внутренние наши органы, они не в воздухе болтаются, там тоже есть такие вот свои связки, если там у вас все в порядке, организм говорит, мне все хватает, он направит этот коллаген на кожу в том числе, но приоритетными задачами, конечно, для него являются не ваши морщины, потому что для организма это не смертельная угроза, а вот, например, хрупкость костей, да, или скрипящие суставы, это проблема, организм понимает, что это проблема, потому что зачастую это еще и источник боли, и он будет стараться эту проблему решить, вот помимо всего остального коллаген вам в этом поможет. Каким будет ваш антивозрастной уход? Какие продукты, какие активы в него будут входить? Это зависит от вас, потому что вы видите себя в зеркале каждый день, никто не знает так ваши потребности, как вы сами, мы можем вам дать только некоторые ориентиры и предложить продукты в широком ассортименте, чтобы действительно под любую свою нужду, под любую проблему вы нашли то, что нужно именно вам. Мы будем благодарны, если вы будете задавать ваши вопросы и комментарии под этим видео, может быть, вас интересуют какие-то другие темы, мы обязательно снимем такой ролик. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, пощрите нашу работу лайком, ну и, конечно же, подписывайтесь на YouTube-канал Гильтек. С вами была Ксения Вебер и мы увидимся в следующем выпуске. Пока!